здравствуйте уважаемые подписчики гости моего канала с вами лора лайф меня не было почти целый месяц на канале и я рада вернуться добро пожаловать всем кто просматривает мои видео и кто интересуется моим каналом наступил новый год год 2018 и я хочу поздравить вас еще раз всех с наступившим годом пожелать всем счастливых перемен в этом году удачи успехов чтобы этот год был для вас плодотворным был эффективным удачливым конечно же счастливым сегодня мне хотелось бы продолжить тему парфюмов и ставить вам на обзор один аромат который недавно у меня появился я бы хотела немного рассказать вам о нем свое мнение свое впечатление об этом аромате и кому это интересно оставайтесь со мной прежде всего хочу сказать что это чисто мое мнение я никого не призываю идти покупать в магазин этот аромат я никого не призываю не покупать этот аромат это просто информация если вам это видео не очень будет интересно парфюмах вы можете посмотреть мои другие видео которые есть у меня на моем канале в плейлисте например готовим легко путешествие ну а сегодня будет видео об аромате тома форда black orchid tom ford черная орхидея наверное многие слышали это название и читали об этом аромате может быть кто-то имеет использовал этот аромат потому что это аромат 2006 года но он до сих пор остается как бы мейн стрим главное направление многие описывали его уже не один раз на фрагрантики и везде он очень популярен этот аромат вот я хочу вам представить значит в концентрации воды парфан 50 миллилитров на корр хит такая оригинально лаконичная упаковочка и открываем эту упаковку мы видим очень минимальный выполнены строгом минимализме флакон из черного толстого стекла такого объемном она на вас она все это стекло ребристое она не не гладкая как на монументе обелиска золоченными буквами надпись tom ford black orchid сам колпачок значит этого флакончика очень плотный вообще хочу сказать что упаковка этого аромата сделана очень качественно сразу выдается в этом флаконе роскошь и богатство причем роскошь такая которая представлена в самом что ни на есть минимальном виде то есть здесь нет никаких излишеств нет никаких роскошных линий изгибов очень строгие лаконичные линии строгие цвета но это видно что это классическая роскошь значит колпачок очень сделан качественно он плотно прилегает сама крышечка плотно прилегает вот к основанию аромата пульверизатору и даже можно держать за этот колпачок весь флакон хотя здесь 50 миллилитров то есть он очень качественный что говорит о том что этот аромат будет сохраняться очень долго и я хочу сказать что вложение в ароматы это очень и даже неплохое вложение у тебя не стоит многие из них стоят очень дорого но если хранить правильно соблюдать хорошее хранение правило хранения аромата в темном месте обязательно в коробочке не не в теплом месте чтобы это было прохладно это ароматы только становится от этого крепче как хорошие коньяк и более выдержаны я решил не то что вкладывать и инвестировать в ароматы но считаю что это не не лишняя трата денег если у вас будут какие-то эксклюзивные флаконы каких-то действительно очень хороших ароматов которые могут остаться на долгие долгие годы с ними ничего не случится вы можете передать этот аромат своим у кого есть дочери невестки внучки и я хочу сказать что я последнее время больше даже покупаю и инвестирую ароматы чем в декоративную косметику вот такое мое мнение и перейдем к аромату тома форта black orchid я вот нанесу немного на запястье для того чтобы начать тестировать очень сложный аромат и наверное самый большой минус этого аромата сразу начну с минусов что этому аромату нужно соответствовать именно соответствовать он располагает тем что его носительница или обладательница этого аромата должна соответствовать вот тому же классическому роскошному минимализму как в одежде как в аксессуарах так наверное и поведение аромат очень богатый аромат очень шикарный и я его могу представить как хорошую дорогую норковую шубу из коричневой норки вот у меня такое такая ассоциация с этим ароматом хотя по поводу ассоциации к этому аромату очень много и на фрагрантике если прочитать описание там начиная от того что он пахнет могилами пахнет мухоморами грибами и много негативных описаний но я хочу сказать это все от того что аромат имеет очень большую палитру нот и эти ноты как струны ты не можешь определить их какой это инструмент звучит потому что настолько хорошо сбалансирован этот аромат настолько много нот собраны воедино и звучат и раскрываются каждый раз со временем раскрываются какими-то новыми нотами что ты даже не можешь определиться чем пахнет сейчас и чем мы будет через 15 минут какой-то новая новая ассоциация этот аромат нужно слышать слушать и пробовать тестировать поскольку здесь трудно сформулировать и описать эти ноты я сейчас зачитаю ноты которые содержит этот аромат парфюмер этого аромата гива аудан или джива аудан я не знаю как правильно произносится верхние ноты этого аромата жасмин гордения и ланг и ланг бергамот лимон мандарин черная смородина и трюфель ноты сердца это это специи фруктовые ноты лотос орхидея и ноты базы это ветивер сандаловое дерево пачули амбра ладан ваниль и темный шоколад вы можете же ты заметите какая огромная шикарная палитра у этого аромата и понюхав сразу отнесешь к люксовым ароматом и действительно этот аромат из серии люкс я открыла для себя косметику и ароматы том форда они входят в тройку самых известных и самых покупаемых сама самого известного и покупаемого бренда косметики и в парфюмерии и я бы рекомендовала всем кто любит богатые сложные ароматы протестировать это зелье аромат очень сексуальный это в чистом виде афродизиак как вы знаете афродизиаки это такие ароматные флюиды которые содержатся в некоторых веществах которые создают сексуальное влечение вот этот вот аромат настоящий в чистом виде как я сказала афродизиак ну вот и все на сегодня об этом аромате спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал еще раз поздравляю всех вступившим новым годом всем удачи пока пока